Ищи. Это тренировка бельгийской овчарки по имени Забава. Ей три года, она специализируется на поиске взрывчатых веществ. Ее хозяин, кинолог Николай Жмуров, следит за каждым ее действием. Когда Забава находит взрывное устройство, она садится. Это одно из условных движений. После Николай дает ей угощение. Это поощрение собаке обязательно. Все тренировки, по словам кинолога, строятся на естественных потребностях. У Забавы потребность в основном пищевая. Она работает за такое поощрение. Перед каждой тренировкой собаку нужно выгулить. Примерно час, как разминка. Николай говорит, что собаке в день нужно проходить минимум 10 километров. Тогда она выносливее будет и службу сможет дольше нести. А потом общий и специальный курс дрессировки. Общий курс дрессировки это как бы команды общего послушания собаки. То есть ко мне сидеть, лежать. Для того, чтобы можно было управлять собакой. Спецкурс, соответственно, это уже как бы по направленности работы. То есть у каждых собак свой спецкурс. То есть, допустим, наши мино-розыскные собаки. Они, спецкурс у них заключается в том, чтобы найти взрывчатое вещество и ему подобное. Рабочий день у собаки ненормированный. Может поступить вызов, например, что заминирован торговый центр. И кинолог с собакой должен обойти его весь. У нее там и перерывы, как и у людей бывает. То есть там, допустим, 20 минут собака работает, там 15 минут отдыхает. Потому что так, соответственно, есть такое здоровое здание. Просто зашел и с одного маху его нереально с одной собакой осмотреть. То есть собаке надо давать отдыхать, тоже воды попить, естественно, надо справить и все такое. То есть она тоже как человек, только устает гораздо больше, чем человек, потому что она работает носом. Привлекают кинологов и на массовые мероприятия, такие как 9 мая или День города. Проводят там профосмотры. Николаю удалось вспомнить только одну собаку, которая получила медаль за свою профессиональную деятельность. В основном, говорит, собак за находку награждают мясом. А это не совсем правильно. Я считаю, в принципе, по служебной деятельности. То есть, допустим, если что-то обнаруживается, там, к примеру, собака нашла, там что-то какое-то взрывчатое вещество. Я считаю, надо награждать не только кинолога, но и собаку. Хотя, говорят, 90% работы – это кинолог, а 10% – это уже собака. Но лично я так не считаю. Я считаю, что там 50 на 50. Собаки, которые занимаются поиском взрывчатых устройств, на пенсию уходят рано. Они работают больше, чем люди. У них большая нагрузка на лапы. Николай рассказал, что собаки часто слепнут, глохнут, у них появляются осложнения с конечностями. По негласной традиции, собак на пенсии забирают себе кинологи. И собаки, которые охраняли покой страны, охраняют уже дом своего хозяина. А на службу поступают новые, едва заметные бойцы. И они, вместе с кинологами, отвечают за нашу с вами безопасность.